Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Яровой вновь не получила паспорт готовности к отопительному сезону. Почему теперь и кто еще в списке с нарушениями? Поставить на место призванных сотрудников предприятий студентов. Как к идее трудовой мобилизации относятся в Алтайском крае? В Барнаул пришла первая партия металлоконструкций для будущего моста на новом рынке. Когда начнется сборка? Яровой не получит паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил на пресс-конференции министр строительства из ЖКХ региона Иван Гелев. Мы к этому, к сожалению, готовы. Несмотря на весь комплекс мероприятий по тех перевооружениям, которые там делаются, там действительно станция в таком состоянии, что пока, наверное, паспорт не получить. И тут мы эту работу будем продолжать. Напомним, в сентябре министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка говорил, что Яровская ТЭЦ пойдет в новый сезон под ручным управлением властей края. На поддержку работы станции было выделено около полумиллиарда рублей. Основная часть суммы пошла на закупку топлива. Порядка 100 миллионов потратили на ремонт оборудования и закупку комплектующих. Тем не менее, пока Яровое к новому зимнему сезону не готово. В целом же уровень готовности муниципальных образований почти 80%. Из шести муниципалитетов, которые не получили паспорта в прошлом году, два в этом сезоне исправили ситуацию. Есть муниципальные образования, которые, наверное, паспорта не получат. И в нашем случае это Олейск. И именно в части зоны ответственности военного городка, в части муниципальных тепловых сетей и всего комплекса теплосетевого вроде вопросов нет, а нареканий нет. По словам Гелева, паспорт готовности может не получить и Третьяковский район. Проверки Ростехнадзора продлятся до 15 ноября. Первую партию металлоконструкций для будущего моста на новом рынке доставили в Барнаул из Тюмени. Каркас для путепровода делают на заводе Тюмень-Стальмост. Первая партия пришла. Чтобы доставить в краевую столицу все элементы металлоконструкции, придется выполнить еще 52 автомобильных рейса. Теперь тралы, перевозящие элементы будущего моста, горожане смогут наблюдать почти в ежедневном режиме. На данный момент в Барнаул доставили один из блоков главной балки пролетного строения. Данная металлоконструкция является, так скажем, основой для будущей проезжей части. То есть в одном пролете у нас будет 6 главных балок, которые будут связаны между собой металлическими связями. И по верхнему поясу данных балок у нас будет выполняться потом монолитная проезжая часть. Строители планируют приступить к узловой сборке металлоконструкции в первые месяцы нового года. К тому моменту как раз планируется завершить устройство опор. Собирать конструкции будут непосредственно на строительной площадке, используя грузовые краны. Представитель подрядчика сообщил, что проблем с доставкой металлоконструкции быть не должно. Металлоконструкции отпускает завод Тюмень-Стальмост. Приходят они вот такими балками, небольшими элементами. То есть они габаритные все, веса позволяют их перевозить без каких-то дополнительных разрешений. Ежедневно из Тюмени в краевую столицу будут выезжать по две, а то и три машины с предприятия-изготовителя металлоконструкции. Поэтому в полном объеме их должны доставить в Барнаул до конца ноября. Татьяна Голубева, День с толком. Урок технической механики. Второкурсники Алтайского архитектурно-строительного колледжа пока лишь в теории изучают механизмы. Будущие инженеры-слесари-строители. Встать за станок на полный рабочий день они должны после выпуска. Но возможно это случится намного раньше. В стране предлагают вести трудовую мобилизацию. Плюс это даст тебе возможность с определением занять твое место в работе и получить неограниченный опыт. Идею трудовой мобилизации озвучили в Москве неделю назад. Мол, с ее помощью предприятия могут сохранить темпы производства. А для молодежи это станет не лишней практикой. Первыми в стране замещать мобилизованных студентами начали в Приморском крае и Кузбассе. Те вакансии, которые появились в экономике Кузбасса в связи с уходом по мобилизации жителей Кузбасса, они заполняются студентами вузов и СУЗов. Помимо учебы, работаю на предприятии Кузбассской Сыраби, слесарем КИПА 5-го разряда. На данном предприятии меня пригласил его директор на вакантное место. График работы удобный. Три дня работаю, четыре дня учусь. Студентов ждут в угольных, строительных, транспортных и логистических компаниях. Там не скрывают, в связи с мобилизацией молодые кадры, пусть даже и неопытные, нужны. На Кузбассе даже придумали программу для запроса молодых и перспективных. Уже поступило 34 заявки. Решено использовать цифровую платформу ЦОПа как большой электронный агрегатор, на котором любой работодатель может сегодня подать заявку на подбор персонала, определив свои условия, основные социальные гарантии. И выпускники четвертых курсов будут предоставлены для работы. В Алтайском крае так называемой трудовой мобилизации нет. Даже рассуждать о ней решились немногие. Мы не знаем, скольких работников предприятий призвали. Это закрытая информация. Однако в СМИ пишут о сотрудниках СИП «Анергомаш» и «Алтайвагона», бронь на которых пришла уже после их мобилизации. И десятки мужчин не могут вернуться домой и на производство. Их коллеги уже говорят журналистам о производственных сложностях. В крае десяток крупных предприятий и сотни небольших. Как в них относятся к идее замены мобилизованных студентами? Ну, насильно-то точно, наверное, этого делать нет смысла. Поэтому ровно таким образом ставить вопрос, наверное, не имеет смысла проводить трудовую мобилизацию. Другое дело и предложить, и заинтересовать и студентов, и работников, чтобы им было. Если он не хочет работать, то тут замобилизуйся. От него толку не будет. Константин говорит прямо. Студент квалифицированного работника не заменит. По крайней мере, сразу. Поэтому он уверен, что вопрос компетенции системный. Нужен наставник и должна быть совместная с ВУЗом программа. Осторожно к идее относятся и некоторые юристы. С учетом того, что у нас только что закончилась частичная мобилизация, призывы к трудовой мобилизации в данном случае считаю явно излишними. Юрист поясняет, механизм оплаты такой практики не ясен. Как и то, будет ли это полноценное трудоустройство. Низкоквалифицированных специалистов у нас можно найти. И не призывая студентов. А высококвалифицированных специалистов вы не замените студентами. Здесь как раз механизм бронирования должен работать. У нас же все гребут по одну гребенку. У нас людей забирают, нам некуда. Тут надо разграничивать. Впрочем, образовательные учреждения идею трудовой мобилизации одобряют, потому что уже работают совместно с предприятиями. Если рассматривать сферу промышленно-строительную отрасль как единый какой-то механизм, я думаю, что идея трудовой мобилизации позволяет ему бесперебойно функционировать, заменяя одни трудовые кадры на другие. Собещение с учебой не тяжело? Я думаю, что трудностей не будет, так как молодежь у нас сейчас активная. На личном опыте могу сказать, что проблем не будет. Михаил – боец строительного отряда и работал на космодроме «Восточный». Он уверен, что совместить можно все. В политехническом вузе эту тему пока не комментируют. А в архитектурно-строительном колледже нас заверили, что студенты к работе готовы. Юлия Щепина, Алексей Фризен, Дмитрий Денисов. День с толком. Пробки в 9 баллов все чаще сковывают движение в Барнауле. Заторы, характерные для зимнего времени, этой осенью образуются и в выходные. Между тем, одного из главных факторов, что затрудняет движение, обильного снегопада еще нет. Зимой будет сложнее, прогнозируют сами водители и предлагают разные способы избавиться от пробок. Какие узнавала наша съемочная группа. В 8 утра навигаторы пестрят красным, что означает город стоит в пробках. Водителю такси Сергею Ходенкову от опаздывающих клиентов поступает только одна просьба – ехать быстрее. Но куда деться? Впрочем, некоторые и так выходят из ситуации. А вот, видите, все по трамвайным. И все начинают потом перестраиваться. Не останавливает автомобилистов здесь даже знак, запрещающий ехать по трамвайным путям. В результате улицы Советской Армии, особенно в часы пик, в пробке. Здесь Советская Армия. Я думаю, необходимо камеры поставить на трамвайные пути, чтобы народ, так называемый, знак «кирпич» не нарушал. Тем самым, потому что они, выезжая, опять же, при перестроении, создают аварийную ситуацию. Во-вторых, при перестроении создают как раз тоже пробку. Традиционно самые проблемные в этом плане участки автодорог на Павловском тракте, Ленточном бару, проспекте Строителей, на Челюскинцев и на Калинина. К тому же в этом году усложнил ситуацию перекрытой на реконструкцию мост на новом рынке. На одну магистраль, что соединяет спальные районы с центром, стало меньше. Дороги перегружены, говорят эксперты, в том числе и за переизбытка автомобилей, в которых нередко ездит по одному человеку. А потому, отмечают властям, нужно развивать общественный транспорт. В техническом университете предлагают перенять опыт москвичей, сделать парковки платными. Основной у нас поток – это дом-работа, работа-дом. И поэтому, когда люди приезжают на работу, они, соответственно, оставляют автомашины около работы. И если, скажем, не запретить, а увеличить стоимость владения автомобилем за счет того, что у нас будет, они будут тратить деньги на парковку, то, соответственно, могут задумываться о том, чтобы либо пересесть на общественный транспорт, либо с кем-нибудь скооперироваться. Но сейчас все готовятся к худшему. Впереди снег и гололед. А ведь незначительные осадки в начале этой недели уже привели к девятибальным пробкам. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Сокровища Сибири так австралийский блогер назвал Барнаул. На днях путешественник Джошуа Хейр побывал в краевой столице и снял о ней ролик, в котором хвалит наш город. Правда, судя по видео, блогер успел оценить только центр города. Он прогулялся по площади Совета, в проспекту Ленина и на Горному парку. Австралийц к тому же отметил, что Барнаул понравился ему больше, чем Новосибирск. Это небольшой парк. Прямо за моей спиной стоит памятник Ленину. Если кто-нибудь из вас был в России и побывал в нескольких городах, вы знаете, что памятник Ленину – стандартное явление для всех российских городов. Путешественник отметил, что приехал в наш город не случайно. Его семья оформляет документы, чтобы получить здесь временную прописку. А так ли любят свой город барнаульцы, мы решили узнать у жителей столицы. Очень замечательный город, солнечный, яркий, наш самый любимый, родной. А где любите гулять? Гулять в основном в парке, лесная сказка, в зоопарке. Чаще всего либо на набережную, либо на горный парк, когда из других городов друзья приезжают. Наверное, самое оптимальное место, чтобы сводить ребят туда – Арбат наш новый пешеходный. Там есть где посидеть с ребятами. Чем вообще Барнаул нравится? Барнаул? Много клиник, можно к врачу попасть. Приехала первый раз, прилетела из Москвы буквально вчера. Ну и, собственно, сегодня я вот только иду знакомиться с городом. Но так, на первый взгляд, очень чистый город, красивый, архитектура просто великолепная. Я сам из Барнаула, давно здесь не был. Нравится вообще, в общем, что чище стало в городе за последнее время, как мне показалось. Из мест, наверное, все-таки, ну, Октябрьская площадь в центре погулять, где можно. Ну, это Ленинский, как обычно, Барнаульцы знают. Ну и речной вокзал сейчас отреставрировали, тоже можно прогуливаться там. Ну и спальные районы? Спальные районы, я их сам не люблю, потому что там особо не на что посмотреть. Детская писательница из Барнаула Евгения Гармс стала победителем краевого литературного конкурса с повестью «Добрый ноябрь». В феврале следующего года в свет выйдет ее другая книга «Похищение из шкафа». К слову, детских авторов в крае немало, но знают о них далеко не все. Мария Мацаева познакомилась с литературным миром Алтая. На интересные темы о детях и для детей пишет барнаульская писательница Евгения Гармс. Недавно она победила в краевом конкурсе с повестью «Добрый ноябрь». А творческий путь девушки начался с литературного фестиваля в Питере, где одну из ее рукописей опубликовали в журнале. Потом был такой интересный момент, когда журнал вышел, мне начали писать мамы, что там мой ребенок прочитал, сын или дочка, скажите, где прочитать дальше, где продолжение, он так ждет, он так просит. Так из маленькой сказочной повести получилась целая книга. Она называется «Похищение из шкафа». Ее герои – одушевленные носки сыщики, которые расследуют похищение. Настоящий детский детектив, добавляет писательница. Выйдет он в феврале следующего года. Хочу писать именно для детей, потому что это всегда хороший конец, потому что всегда герой что-то понимает, вырастает, развивается, потому что добро всегда побеждает зло. Добро – победитель одно и в книгах всемирно известных писателей и региональных авторов. Вот только последних на малой родине часто просто не знают. Чтобы ориентироваться в именах, тему нужно изучать и лучше в рамках уроков литературы, с чуткой помощью педагогов. Однако в школах познакомиться с региональными авторами вряд ли возможно. В пятом и шестом классе лишь только отводится приблизительно два часа в год в каждом из классов на региональную литературу. Причем в этих классах есть рекомендации для учителей, кого из авторов можно взять на изучение. И, к большому сожалению, именно алтайских писателей-поэтов в этих рекомендациях нет. В союз писателей нашего края входит больше 60 человек. Немногие из них пишут для юного читателя. Юлия Нифонтова, Ольга Токмакова, Елена Ожич, Евгения Гармс. Авторы – современники, авторы – наши соседи, которые творят сказку рядом с нами. Как помочь писателям дойти до читателя и что мешает этому? Подробнее о литературном мире алтайского края расскажем в итоговом выпуске новостей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульский грибной канал может принять два крупных международных соревнования в 2023 году. Об этом заявил исполняющий обязанности министра спорта края Максим Рябцев. По словам руководителя ведомства, речь идет о проведении Кубка чемпионов по гребле на байдарках и каное и еще одного мирового старта, в котором должны принять участие спортсмены из дружественных стран. Сейчас Министерство спорта Алтайского края ведет переговоры о приеме статусных стартов, пояснил чиновник. Впервые Кубок чемпионов в Барнауле прошел в 2018 году. Тогда в нем приняли участие представители 24 стран. В 2021 году Краевая столица принимала второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каное. Спортсмены остались довольны и от формата проведения Кубка, и от инфраструктуры. А сам грибной канал зарекомендовал себя перед федерацией. Что сейчас нужно сделать Барнаулу, чтобы вновь принять у себя именитых грибцов, исполняющий обязанности министра спорта Края не уточнил. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...